Новый день, новый дождь. В четверг и пятницу нашу территорию накроют ливни. В Уссурийске ожидается гроза. А некоторые районы еще не оправились от тех осадков, что прошли в понедельник. Например, ограничения движения легковых авто действуют на дорогах в Ануческом и Черниговском округах. А в Дальнереческом районе машины не пускают на мост около села Невского. Сейчас специалисты отмечают спад уровня воды в переливах по всему краю. Тем временем о дамбах и расчистке русел рек губернатор края поговорил с Дмитрием Кирилловым, руководителем Федерального агентства водных ресурсов. Олег Кожемяка рассказал о работе, которая ведется и поделился планами. Хочу поблагодарить вас за ту большую совместную работу, которая касается принятия закона, позволяющей нам входить в русло рек по режиму повышенной готовности, тем самым предупреждать, а не ликвидировать уже последствия наводнения. Выполнять эти работы будут наши специалисты на хорошей технике, которую мы закупили. Уже у нас 38 единиц различной техники. Это экскаваторы, бульдозера, погрузчики, самосвалы. С сентября, октябрь, ноябрь мы зайдем туда с техникой, чтобы срезать где-то острова наношие, где-то спрямлять русло рек, где-то ее углублять, делать подводы к мостам так, чтобы она попадала в створ моста вода, не била по берегам, не размывала дороги. Собеседник отметил, что промежуточный результат уже заметен. Край легче переживает удары стихии, чем в прошлом году. Строятся новые дамбы, некоторые в стадии завершения. Руководитель Федерального агентства водных ресурсов намерен следить за успехами приморцев и передавать наш опыт тем регионам, которые также страдают от паводков.